Всем доброе утро! Начинаем новый влог. Добро пожаловать в новый влог. Я такая пуша. У нас такая духота, когда душно, то я всё время пуша просыпаюсь. Хотя я сейчас делала йогу, да, более-менее вид стал у меня получше. Голова грязная, да, я знаю. Но я вчера мылась по шею, потому что сегодня буду мыть голову отдельно. Слушай, смысл был вчера мыть голову, вытягивать. Я проснулась, а утром всё равно завитое. А если не буду постригать волосы, и мне очень жарко с волосами, и я хочу, чтобы у меня была шея открытая. Ну, я так делала. Ну, это удлинённая кора, но чтобы шея была прям открытая, я прям не могу. Мне прям жарко. А с хвостом, ну, зачем мне так? С хвостом не могу ходить, и мне болит голова от хвоста, устает очень сильно. Люблю больше с распущенными ходить. Вот. Что это Михаил? Михаил у меня там в голожопе сидит, кушает семечки. Ну, эти чищенные семечки я ему даю, он их кушает. Вот. С утра у нас тут была истерика, у нас вообще каждое утро истерики. Выключила телевизор, потому что нафиг надоел. Сидит целыми днями, хочет смотреть телевизор. Ну, как, он смотрит телевизор, потом бац, играет, смотрит, потом играет. Психует там что-то, и думаю, ай, ладно, всё, выключу. Я вчера тоже самое делала. В общем, практикую теперь, минимизирую ему телевизор, потому что нечего. Столько игрушек, пусть играет игрушками. А то у него уже начинается болезнь, знаете, как у Евы. У Евы тоже такое было, что вот она, вот только бы ей смотреть телевизор. Ну, до сих пор у неё так. Я себе, вот такая злая мать, забираю у детей планшеты, телефоны, каких-то телевизоров, либо на улице, либо вот, играем игрушки. Господи, вот прям пролетело. У меня так было открыто, у меня сетка, он у меня прям вообще вот так вот запугал меня. А что я? Я готовлю кашу овсяную. У нас дома холодильник пустой. Ну, как пустой? Относительно пустой. У меня нет яиц, кончились яйца. Поэтому готовлю овсяную кашу мне, Миши, Арине. Её пришла сегодня, у неё этот... Как это переводится, это поход, экскурсия. Ну, в общем, как экскурсия, поход. Они пойдут на Вассажпельплац классом. Помните, я с Евой ходила и с Мишей в водный парк. Вот, а она пошла сразу в купальники, с собой полотенце, вода, бокс с едой. И они вот классом пойдут в этот парк. Вот, что, я буду сегодня постригаться, такие дела. Сейчас готовлю завтрак. В общем, ладно, всем добро пожаловать на уллог. Разболталась-то, да? Ну, что она тут сделала? Ты съел или ты всё выкинул? Всё выкинул на пол. Надо как-то заняться и убрать уже, не нужны игрушки. Это тоже наиграть, уже убрать наверх плеймобиль. Вот так он делает. Поиграл теперь, вот так вот делает, да? Знаете, как я его отвлекла от истерики? Чтобы, ну, от телевизора. У меня тут йога была. Он постирил, постирил. Потом я ему говорю, что Павла, да? Мы построили с ним. И он такой завлёкся, с мамой стал строить. Это он уже сам так сделал. Ну, всё. Потом мы с ним рыбу ловили. Да, Мишка? Играть в игрушки-то интереснее. У тебя столько игрушек всяких хороших. Да? Играю не хочу. Да? Нет, не работает. Играем в игрушки. Показывает пульт, говорит, там наверху. Нету ничего. А-а. Я всё спрятала. Играем в игрушечки. Запросился на стол. За стол. Тут мой этот чокер рисел. Повесил на себя бусы мамины. Такой красивый. Дала ему блокнот. Дала карандашик. И рисуй, да? Занимайся. Вот, рисуй. На, держи, рисуй. Вот так он рисует. Молодец. Как красиво. Очень красиво. Молодец. Занимайся. Нужно играть в игрушки. Ничего. О, ну, моя стена мне так нравится. Прям так уютненько вместе с ней. Но непонятно, да? Когда вот так вот на камеру показываю, непонятно. Но на самом деле очень уютно. Там у меня стоит короб. Вот этот вот, да? Там это одежда. Ее нужно отнести. Отнести в келлер. Это я Карине приданное собираю. Этот короб стоял у меня в этом. Это стены, кстати, очень классные. В нашей комнате. Я его перетащила. Поставила в прихожую, чтобы муж, типа, его унес в келлер. В итоге он у него не унес в прихожую. Это же маленькое, мало места. Я поставила сюда пока, в этот угол. Думаю, чтобы на видном месте, чтобы он его унес. Я говорю, что, сколько он будет здесь лежать? О, надо в келлере порядки навести, чтобы его унести. Я говорю, замечательно. Мы теперь ножки сюда на него складываем. Это трендец. Но он тяжелый такой. Я не могу его унести. Он очень тяжелый. Сегодня буду уже кричать, чтобы убрал. Унес его. А то у меня там рум-тур просят. Но у меня... Я не могу снять рум-тур, когда у меня вот такой вот везде бардак. Ну, как бардак? Ну, тут везде вот эти игрушки, да, наваленные. Вот это вот мне не нравится. Ящики, слава богу, с этими бутылками. Ну, то, что он воду себе покупает с газом. Унес наконец-таки. Тут было пять пустых ящиков. Вот один целый оставил. Ну, как снимать рум-тур? Вот этот надо ящик с лего убрать. К деве обратно на шкафчик. Потому что этот... У девчонок вчера они там играли. Вообще завал устроили. Я только порядки навела. Надо хотя бы как-то привести вот это лишнее все куда-то поскладировать, чтобы снять рум-тур, чтобы было более-менее понятно и симпатично. Хотя когда бардак, да, вот такой вот, то как-то поуютнее, чем когда все пусто. Да? Такая оправда у себя. Ну, картины прям вообще. Прям мне очень нравится. Кашка готова. Ну, я варю ее сначала на воде, потом добавляю молоко. А здесь у меня это я вчера с ночи, с вечера, замочила черную чечевицу. Но она уже, видите, какая стала? Не черная. Такая же какая-то зеленоватая. Была черненькая. Но я замачиваю все бобовые крупы, да, на ночь, ну, кроме риса, чтобы там уходили все эти фитиновая кислота, чтобы ушла. Ну, это так, так говорят, надо делать. Я так делаю. В общем, собственно, это черная чечевица. Сейчас я ее промою в двойном этом вот воды. Чечевицы столько и в два раза больше воды. И варить ее, в общем, когда она кипит на огне 30 минут. Господи, что с моим языком? На медленном огне 30 минут. Хотела сказать и не сказала. Кстати, кастрюльку это уже все заменять. Когда вы замачиваете, да, бобовые вообще все эти крупы на ночь, то потом готовить их, вот, там было написано 30 минут, но она уже все, она уже, видите, набухла. Было ее как бы меньше, она уже в воде постояла ночью, она набухла. И она приготовится уже намного быстрее. Вода закипит, и там буквально, я не знаю, там сколько, там, 5 минут, наверное, она будет готова. Но я эту не готовила, чечевицу, но мне кажется, они все, она все одинаковая. И солить нужно уже ее в конце. Собственный завтрак. Наша каша. Какая красивая, да. Что там у меня? Банан, ягодки, семена различные. И арахисовая паста. Кофе. На последнем, каком там, вся на молоке. Это корица сверху у меня. Витаминки. И здесь у меня для Миши. Но, не знаю, будет, не будет кушать. Посмотрим. Я еще подожду чуть-чуть, пусть аппетитно играет. У меня активно, прям активно играет. Попросил достать там еще один, еще один. И все достаем. Ну, ладно, поднимается, не страшно. Так, сколько готовилось чечевицу? Видите, как красиво рассыпчатая получилась. Я готовила ее. Она закипела и 11 минут. Не 30, как было заявлено, но потому что она у меня замоченная была. Поэтому 11 минут, и все готово. Я слила просто. Сейчас посолила и добавила маслица. С маслицем это очень-очень вкусненько. Мне тут краски Миша принес. В реале она вот такая вот. Черная, красивая. Да, я думала, что будет черная, но нет. Стала зеленая. В общем, я в машине, в свадь, прокатиться. Пойду прокачусь. Быстренько в магазин съезжу. В общем, оставила детей дома одних. Мишка без мультиков, там, в общем, все в порядке. Попросила Арину посмотреть за Мишей. Но я быстро влиду туда-сюда, туда и обратно. Ей 11 лет, она, в принципе, справится. Все в порядке. Вот, потому что на улице дождь. И тащить всех детей туда-обратно мне это очень тяжело. Каждый раз Мишу в тележку, в тележке. У меня спина уже разваливается. Еще потом эти сумки тащить. Ну, куда? В общем, сейчас быстро туда и обратно, и все. Тем более Ева скоро со школы придет. Не знаю, какой у них там аусфлюк. Баса этот пар, да. Водный парк. На улице дождь. В общем, на той неделе нужно было идти. На этой неделе, конечно, погода такая. Такая, не очень. Прям обидно, обидно, что Ева так ждала, ждала. Ой, блин, это зон сразу. Ева так ждала, и в итоге нет. Ладно, все, я поехала. Будет обзор, что купила. Ну что, все хорошо. А, я ему не одела трусы, что ли? Ты написал, да? Там написал? Сидит такой. Нормально вел себя? Да. Да? Я ему швапулю так включила на своем теле. А, я спрятала пульчу туда от него. Ладно. Так, поняли, я думала, да? Ну, мне муж помог занести. Он подъехал. Мы там встретились на улице. И он мне этот... Ну, быстренько там завез. Заехал со мной. Занес мне сумки. И поехал дальше работать. Вот. Сейчас я покажу, что купила. Накупила я на 68 евро. А, нет, не на 68, на 71,80. У меня там был купон. Ну, бутылки я сдавала в прошлый раз. В этот раз я не забыла его положить. У меня был купон на 5,75. Я купила на 68,30. А в итоге заплатила 68,35. Что с моим языком? В общем, сейчас покажу вам, что купила. Закупка такая прям очень хорошая у меня. Можно сказать, ПП. Ну, там, для детей кое-что. И хочу в этот раз подписать цены. Ну, в евро. Ну, считайте, если там на рубли, тогда перевести. То примерно там 100 рублей 1 евро. Вот. А я буду писать в евро, что сколько стоило. Заморочись немножечко, да? Хлебушек. Это хлебушек черный для Евы и Арины. Они едят. Я очень редко еб хлеб вообще. Тут с этими семенами льна. Так, молоко 3,5%, 2 пачки. Потом взяла... Это я себе растительное овсяное молоко и миндальное. Оно, по-моему, должно быть в одну цену. Взяла мини-моцарелла. Это такие маленькие. В салатик класть. Обычная моцарелла. Это пасту делать в итальянскую. Что мужу нравится очень. Йогурты простые. Я им салат обычно заправляю. Ну, или выпечку еще. Делаю панкейки на них. Это йогурты для Евы и Арины. Ну, это такие не ПП совсем. Но делать дети такие любят. То есть, с различными хрустяшками. Это у Миши детский йогурт. Ну, как детский. Ну, типа детский, да, буквы КБ. Кушать не особо так. Иногда даю. Иногда ест, иногда нет. Творог. Это такой жирности. 40% жирности. Он повкуснее. А когда мало процентов жирности, это такой с кислинкой. Этот вкуснее и был на акции. Малинка была у нас на акции. Две пачки я взяла малинки. Голубичка. Маслица. Очень дорогое маслица. Та, и тоже надо убирать в холодильник. Красная смородина. 500 грамм здесь. На акции была. Ежевика. Килограмм яблок каких-то там сладких. Бананы. Нектарины. Абрикосы. Три штуки авокадо. Оливковое масло пол-литра. Укропчик. Не знаю, сколько там. Это такие маленькие перчики. Паприка зеленая. Томаты черри. И что это? В общем-то это помидорки маленькие, сладкие. Полкило здесь. Огурцы. Полкило. Брокколи. Также полкило. Мяту взяла. Буду делать лимонад с мятой, с лимоном и слаймом. Редиска. Пучок. Яйца вареные. Два десятка яиц простых. Это индийка. 400 грамм. Это ножки куриные. Килограмм. Хочу запекать в духовке. Вот такая вот полезная закупочка на 68 евро. Ну 70, да, идеально. Потому что я не стала брать никакие сладости, ничего. Ну, только вот йогурт взяла детям и все. А так все такое полезненькое, вкусненькое. Идеальная продуктовая картина. Картина. Корзина и картина тоже. Сегодня у меня день готовки. Как и вчера, и позавчера, да? Муж у попросил пасту от итальянского. В общем, собственно, макарышки я пока отвариваю. Просто такие заготовки сейчас быстро сделаю. Потом уже перед его приходом нужно непосредственно с его приготовлено. Ну, и ша спит все равно, у меня не могу сейчас греметь блендером. Сейчас я сниму пароны, помидорки черри. Сейчас я их помою, сразу закину, обжарю, а потом уже все сделаю, приготовлю. У меня муж готов есть такую пасту каждый день. Ему очень нравится. Ну, там не только я обжариваю с чесноком, сухим, и опять забыла купить обычный чеснок. Я бы с удовольствием эту пасту приготовила бы, и все, и все бы поели, да? И Ева поела, и Арина бы поела, и муж больше не заморачивалась. Но Арине не понравилась эта паста почему-то, и приходится мне отдельно готовить. Потому что Ева хочет кушать то же, что и Арина. Короче, мне вот это вот не очень нравится, конечно, что мухи едят одну и ту же еду. Себе я приготовила вообще чечевицу, да? Ну, я сейчас покажу, что я буду готовить себе. Я буду готовить еще нам с Мишей овощи с этим, с путками, наверное, ну, что это? С индейкой, овощи с индейкой буду готовить. Короче, всем все разное, да? Я должна без конца стоять на кухне. Еще мы с блины по поселу, я говорю, нет, даже не просить. Я тут что, издеваетесь, что-нибудь? Я эти блины буду стоять целый чат готовить. И никакой благодарности засидеть себе пять секунд. Нет, говорю. Мне не хватает на блины. В другой раз. Такой у него меч. Ходит такой с палкой этой. Ну, ложка для обуви. Миша у меня проснулся. Я тут параллельно суп грею для девчонок. А помидорки, собственно, готовы. Помещаем его в блендер. Добавляю сюда моцареллу. Можно бурату, моцарелла дешевле. По вкусу то же самое. И мы все взбиваем до однородной массы. И теперь наш соус мы выливаем обратно в сковородочку. И сюда выкладываем нашу пасту. Ой, номер тут уже немножечко застыла. И все перемешиваем. Я опять не подготовилась. В общем, пармезан последний. Чуть-то я не знала, что там. А, мы уже вчера кушали пасту точно. Очень всегда еще нужно пармезанчик добавить. И это очень-очень вкусно. Без пармезана тоже хорошо. В общем, такая паста быстрая. Добавила простой сыр. Ну, такой, который тереть гаубу. И вот такая вкуснота. Она прям такая сырная-сырная. Видите, тянется сыр. Очень вкусная паста. Ей, в принципе, тоже понравилась. Я сегодня вечером предложу ей, может, она будет кушать. Теперь хочу приготовить себе для Миши. Что, что говорила. Ну, там не говорила, нет. В общем, здесь я обжарю немножечко лучок. Добавила индейку. Приправки различные. Что, видите, у меня прованские травы. Пуркума. Потом еще какая-то паприка. Индейку я не обжарила даже, да. А потушила. Она у меня потушилась. Мягкая, сочная. И теперь сюда я добавлю вот такую смесельную добавлять. Это овощи с маслицем. Вот, собственно, маслица. И это очень-очень вкусно. Ну, у меня там еще в морозилке был горошек. По-моему, там горошек. Да, горошек. И я его тоже туда добавлю. И теперь я все это тушу. Не под крышечкой, конечно, а под сеточкой. Собственно, мое блюдо готово. Я сначала думала, что я добавлю сливки. Но я уже передумала. И так с горошком. Все очень вкусненько. Индейка такая, знаете, нежненькая. Очень-очень вкусно. Быстро и вкусно. Я готовлю быстрые блюда, чтобы не заморачиваться. Собственно, мой обед. Чечевица. Это то, что я приготовила. И в прикуск у меня будет редиска. Пока я ходила за телефоном, он тут уже эту тарелку отжал у меня. Миша, не надо просыпать. Кушай ручками. Он берет там, пробует. Горошек пробует, да? Суп отказался есть. Что-то она сегодня вообще ничего не хочет есть. Ягоды поел. Вот горошинки кушает. Кушай горошинку, да? На пол упала. Ничего страшного. Мам подымет. Сейчас подыму. Сейчас подыму. Раньше я не ел горошинки, теперь кушает. Да? Давай. Но она острая редиска. Вот они острые. Не острые. Откусила? Папа. Давай. Кушай. Горошинки, да? Ложку дала им. Ложка. Кушай. Понравился горошек. Но горошки я сама тоже люблю. Вкусненько. Чечевицу сейчас только что положил на ложечку и съел. Молодец. Вон. Набирает. Сам кушает. Чечевицу раньше не ел. Ты моя умничка. Нет. Мама сглазила. Теперь все выплюнула. Одну ложку съел, теперь все выплюнула. Миша. Сидела ламачо и хотела попробовать шоколадку. Этот ты видел. А ты двинул стул, залез и сидит и просит. Дай ему и все. Я ему принесла такую. Избью, а сделала печеньку. Нет. Говорит. Дай ему эту. Сейчас Фантик ему дам. И Фантик положу вот эту. Точно. Вон положила. Не знаю. Прокатит. На. Держи. Держи. Держи, Держи, Фантик. Ой, довольный. Такая штука, да? Ну, кушай. Да, кушай. Вот так он кушает. Молодец. Вкусно? Ммм. Как вкусно, да? Как вкусно. А мне придется под столом теперь кушать. Снектарин еще у нас. Такая вкусная печенька, да? Да. Кусает. Уже почти все съел. Водичка запивает. Молодец. Мы пошли на улицу погулять. Вижу-ка за машинкой кататься. За машинкой. Не, машинка уводит, а он за ней. Давай! Пока тут девочек нет, он играет в домик Барби. Такой кукол в сторону. Но ему интересно, а тут другое. Такому они не разрешали. Это соседских девочек домик. Они выгоняют. Такое мне тоже интересно. Блин. Не знаю, то ли ноготь сломала. Не, фон чуть не уронила. Да не, все в порядке. Моя стрижка. Коротко. Но я так и хотела коротко, чтобы у меня шея отдыхала. Мужу, конечно, слишком коротко, как всегда. Но потом он привыкнет и скажет, что все красиво. А мы пошли в парк. Я, Ева и Миша. Арина там на улице осталась с Евиной подружкой. В общем, они не хотят играть с Евой. Представляете? Аня играет с Ариной. Они там рисуют. А Ева предлагает что-то. Они не хотят. В общем, такое. И Ева, бедная, сегодня у меня расстроенная была. Плакала. Мне так ее жалко. В общем, одни расстройства у меня. Одни расстройства с теми детьми. Ну, что делать? Жизнь такая сложная штука. В общем, но Ева самая маленькая. Есть сейчас только 7 лет будет. Арине 11, а не 9. Ева, ани сколько? 9 лет? Да. Ани 9. Ну, вот она там сама маленькая. Она предлагает какие-то игры. Они типа не хотят. Но раньше, когда Ани с Евой-то играли, то как бы они находили общий язык. Ах, как, игры какие-то там более-менее, да, 2 года. А теперь там уже и постарше есть Арина. И поэтому, видно, Ева у нас остается вот так вот. Бросают, кидают ее туда-то сюда. В общем, мне так ее жалко, в самом деле. И, в общем, я говорю, пошли в парк с нами. Она говорит, пошли. Ну, Мишка захотел, как обычно. Мама, кака, коляску. И в парк. Тут мы проходим, тут тренировка. Классно. Да, я тоже хочу. Тут я говорю, мама, ты тоже тут хочешь? Я говорю, тоже здесь хочу. Вот такой женский клуб занимается. Молодцы, девчонки. Да, я тоже хочу. А ты хочешь? Да. Ева такая расстроилась у меня. Прямо жалко мне ее. Вечно ее с дружбой, конечно, все очень сложно. У нас складывается. Вечно юстики кидают, обзывают. Она у меня такая добрая девочка. Конечно, тоже с характером, но что-то как-то... В общем, я расстроена. Вот как мама, я расстроена. И что в таких ситуациях делать, я тоже не знаю. Я же не могу сказать, Арина, давайте играйте там с Евой. Они хотят играть в одно, Ева хочет играть в другое. Как бы получается вообще некрасиво. Получается, что они там вдвоем играют, а Ева вот так вот. Короче, я не знаю, что в таких ситуациях делать. Как-то вообще печально, печально все. Как мама я расстраиваюсь по этому поводу. И... Тсс Катается. Такой довольный. Тисладун И Куточка моя ходит Ногу сюда На качельку сейчас Я опять Качаю ноги Девчонки пришли Вроде там мир, дружба, жвачка Надолго ли? Не знаю Потом расскажу Снять? Давай снять Пошли топ-топ ножками туда Да? Глуп Девчонки пришли в парк Но Ева обиделась Обиделась И не хотела с ними сначала Игнорировала Короче, она их тоже Но тоже с характером Я бы тоже обиделась Но я-то понимаю, что надо дружить И я Говорю, Ева, все, прекрати Хватит дуться Говорю, подулась и хватит Я говорю, дружить надо все равно Арина уедет Ты с Аней будешь дружить дальше В общем, надо как-то Находить общий язык В общем, наверное, девочки поняли Свою ошибку и пришли в парк И пришли в парк, чтобы с Ева играть Может, Арина там сказала Не знаю Сейчас играет там все вместе Мы с Мишкой тут ходим отдельно Мы дома Будут теперь поправлять все время с ее волосы С ее прической Гуляли два часа Даже больше двух Нет, два часа гуляли Сейчас готовлю Опять готовлю Третий раз сегодня Но уже ужин для девчонок Миша макарошки подаю с огурчиком Захочет, не захочет У меня так тоже кушать очень плохо Вот такие у меня ракушки есть цветные Они цельнозерновые Это со свеклой, с морковкой, со шпинатом В общем, такие хорошие макарошки детские И здесь у меня тоже вчера им жарила То же самое Это такие отбивные сухаря Собственно, ужин готов Это для Арины Она кушает с помидорки И Еве И Миши Не знаю, будет он есть или будет Вообще он сегодня очень плохо кушает Всем доброе утро Следующий день у нас Покажу свой завтрак Как бы там ничего нового Вся на блин Но у меня матчи Мне хочется матчи почему-то А не кофе Что-то как-то кофе в последнее время Не идет мне Не знаю, с чем это связано Может быть из-за жары Ну не знаю Это яйцо Я думала, Миша покушает У меня Миша опять ничего не ест Вообще ничего не ест Не знаю, что такое С вчерашнего яйца Не, а такое По чуть-чуть Я отошла Он пил нормально Стой И он взял все Пролил молоко Выплескал, выплескал И пошел, пошел, пошел И на диван Нет, только не это Ну что Вот кушай банан Два белка тут было у него Желтки мама съела Белки съел Положил теперь ягодки Можешь вилочкой кушать Сидит, кушает Подошел к холодильнику А, сначала ко мне подошел Выходи со стула Я там монтирую Сейчас включу Подошел Открыл холодильник Увидел йогурт Говорит Гогурт Гогурт Он говорит Скажи йогурт Мими Сейчас включу Скажи йогурт Скажи йогурт Не скажет Он говорит Йогурт Взял сам И пошел Сам открыл Даже Представляете Ну я его кормлю Он что-то хочет Мультики смотреть Конечно Я там монтирую видео Поэтому пришлось Мультики включить Но факт Что он сам попросил Йогурт Он съел Два белка От яиц Что я ему давала Буду тебя показывать Два белка съел Половинку банана Чернику не стал есть Воды попил Молока Попил Разлил Ей сейчас попросил Йогурт И яблоко Блин В этот парк Хоть не ходи Смотрите Кого сняла С Мишки С ножки Сзади Прицепился Еле отодрала Хорошо Что я сейчас Видела Короче Клеща сняла Буду его убивать Руки трясутся Он видите Ползет Гадина Тоже крупный Какой Буду осматривать его Блин Как я не люблю Тих клещей Это просто ужас Какой-то Прямо Я терхожу Вся чешусь Вся чешусь Не могу Мишка смотрела Больше нет У него он был Короче под коленочкой Прям знаете Такое-то место Мягкое Под коленкой Я думала Это соринка Он же такой Немаленький Шик-шик Нет Не сошкребается Хотела ногтями Он орет Мишка не дает Я быстрее щипцы Держу Скрутила Свертела И вытянула Но видно Вот он Сейчас Когда были В парке И он сейчас Его это Ну присел Этот клещ Как я их не люблю Вот И сейчас Надо помазать Чем-то Его помазать И потом Ну он не присосался Он просто Только вцепился С щипчиков Блин Я теперь вся Мурашки у меня Сейчас пропылесосила Все Вдруг где-нибудь Еще Какие-нибудь Клещи Блин Нападали О, надо Девчонок Тоже посмотреть Блин Вдруг у них Тоже где-то есть Что делает Залезает Поставил Залезает Вот так Вот Да Достает Магнитики И перевешивает Себе сюда Пониже Он сегодня Просто играл Здесь вниз С магнитиками Я их повесила Все обратно Но я ему Не разрешаю Некоторые магниты И не разрешаю Вот всякие Вот эти Даю Только такие Металлические А он такой Деловой Пока мама Тут готовит Кушать Он тут Это Сам Вот Находчивый Да мальчик Находчивый Сообразилась Что нужно так Сделать Вот так Да Молодец Умничка Так Сейчас была Спортзал И после Спортзал Зашла Мне нужно было Бумагу Срочно купить У нас Селесты Страдили Дети Вот И купила себе Ну это попутно Если мне понравилось Кстати Не первый раз Уже покупаю Это протеиновые Батончики 51% протеина Сахар конечно Есть Во всех этих Как его Батончиках Есть сахар Но Он стоит 99 центов Не надо давить Мне больно 50 грамм И Сколько там Это вам Калорий Там по-моему 180 калорий 178 калорий На 50 грамм Это нормально Учитывая Что здесь протеина 51% Это новые Новые батончики Росмановские Кто Обратите внимание Да Как вместо перекуса Вместо сладенького Очень даже хорошо Потом Что я купила Это Еви Ева У меня любит Дать Бомбочки Потом Это потом покажу Взяла себе Лак Для ног Для ног Хочу сделать Сегодня педикюр Но Просто лаком покрыть Не хочу С гелем Заморачиваться Потому что Скоро в отпуск Потом опять Будет наносить Взяла вот такой Это Какой-то Я не знаю Альтера Типа Какой-то там Как натуральная косметика Да Так написано С био Кокосовой С кокосовой водой Био Обязательно Био А что Вода кокосовой Бывает не бьет Я не знаю Вот Собственно Вот такой цвет Не знаю Насколько будет цвет Но сегодня Сделаю педикюр Покрашу Окрашу И покажу Взяла себе реснички В первой жизни Но Это пучки Хочу взять их С собой в отпуск И понаклеивать Клей там внутри Насчет клея Кстати не знаю Нет Надо наверное попробовать Мне же больно Давит мне прыщи Может Этот Какого Аккуратненько дави Этот Нет Наверное попробовать Здесь Потому что Говорят обычно Там клей Который внутри Он типа плохой И нужно отдельно Клей покупать В общем Надо дома попробовать Посмотреть как это есть И Что-то так захотелось Мне То что-то все ресницы Попылезали Господи Мне бурно Нешал И Купила Вот такое Масло для губ Похоже на этот На Боню У меня теперь все масла Которые в такой виде Вижу Как у Бонни Это эссенс Когда нанесу Тогда покажу Сейчас не буду Потому что Я уже дома Буду Мишку целовать Туда-сюда Поэтому Как буду использовать В следующий раз Обязательно покажу Два Пятьдесят Что-ли стоило Хорошая цена Это тоже Два Пятьдесят А это Три Пятьдесят Как-то так Молод Два евро Бомбочка Два евро С ума сойти Что на ужин На ужин салат Что-то у меня Сырая брокколи Авокадо Одна помидорка Черри Не знаю почему Укроп Различные семена То есть Семена льна Кунжут По-моему Потом Подсолнечника И тыквы И маслица Добавила еще Два яйца сюда Белок там нужен После тренировки Просили показать Как я снимаю Этот гель-лак Я вчера Начала снимать Но сегодня Я уже заканчивала Что-то у меня Такое Цыпляшки Сегодня я уже Заканчиваю В общем Такой промежуточный Вариант Сейчас буду красить Лаком Но что-то он Какой-то это Жидкий Не знаю Что получится В общем Я не до конца Сняла вон тут Гель этот лак А пофиг Мне заколебалось Красить Ногти Лак очень Красивый Просто Обалденный цвет Такой бы гель-лак Но я уже Так отучилась Скрасит лаком Он полосит Он очень быстро Сохнет В два этих Я клала В два Если сдалека Да Если сдалека То нормально Но если приблизить Косяков немеренно Я эти ногти красила По два раза Стирала Потом опять красила Вот Потом тут Пока ходила Тут у меня Зацепился Потом сам лак Пролила На пол На стол Ей зато Красиво покрасила В общем Очень тяжело Как я раньше Красила И френч делала Раз в неделю Раньше Просто Красила ногти Обычным лаком Делала Раз в неделю Френч тебе Обязательно Только френч делала Там еще разный Цветной Какой-то Делала Но очень тяжело Он быстро сохнет Цвет обалденный Вот уже можно на один Еве я на один слой делала Но Большие ногти Красить Очень тяжело Очень большие Мама Собственно Это видео Я буду уже заканчивать В общем У меня там окончание Было такое Знаете Шаляй-валяй То снимала То не снимала Что-то забрала В кучу Вот Не знаю Что-то Устала Я устала Конечно Как вы там Многодетные мамы Справляетесь Когда у вас куча детей С двумя детьми Конечно Легче С тремя Уже тяжело Учитывая Что третий ребенок Я уже просто забыла Когда у меня Карина была Но Карина у меня была Большая Она мне помогала Вообще-то Так что Вот В общем Я устала И поэтому Влог Такой получился Вопрос на ответ Какой-нибудь А ну Я вот показала Как я гель-лак Снимала На один вопрос Ответила Вот Собственно Все Всем огромное Спасибо Что посмотрели Это видео до конца Как обычно Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь На мой канал До новых встреч С новых видео Пока-пока Чао Это бука Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok